Практически так же, как теоремы Чебышова, доказывают такое утверждение, довольно неожиданное, между прочим, на первый взгляд. Пожалуйста, внимательно прочитайте еще раз утверждение теоремы Чебышова и то, что на правой доске. Смотрите. Если α и рациональное число с ограниченными элементами, то есть существует такая константа m, что все а1, а2 и так далее, аката и так далее, не превосходит m. То существует такое положительное число с, что для любого натурального числа n и для любого числа β существует решение в целых числах такого неравенства. αx минус β минус y по модулю меньше, чем 1n. А вот если элементы числа α не ограничены сверху, то такого с не существует. В одну сторону доказательства практически совпадают с доказательством теорема Чебышова. Смотрите, я там просто везде написал не просто подходящую дробь, а номер ее. Пката и аката. А все остальное ровно как у нас было в доказательстве теорема. То есть, какую подходящую дробь не берите, можно записать так, или, по-моему, уменьшить и никсы. Так мы выбираем. То есть, при каждом k у нас есть такие числа Пкаты и Кукаты. Когда k выбрано и Кукаты выбрано, то можно так подобрать целые числа t. Соответственно, вот это равенство. Здесь все абсолютно как у нас было. Дальше чуть-чуть отличие. На этот раз решение уравнения мы возьмем такое. Поскольку можно прибавить к x, кукаты и кукаты, это ничего не изменится здесь. Ну, и то же самое, вычесть из x и вычесть из y. То мы можем считать, что вот здесь такое решение. Это я пока еще не говорю. И тогда это будет ноль. Это будет просто ноль. И у нас есть такое же вероятство, как мы написали. Значит, x разделить на кукатая в квадрате, единица делить на 2 кукатая. Но x у нас не больше, чем кукатая, поэтому это не больше, чем единица делить на кукатая. Значит, не больше, чем 3 вторых. 1 плюс это вторая, это 3 вторых. Мы хотим, чтобы здесь было меньше одной ядрики. n – какое-то натуральное число. Понятно, что если n будет удовлетворять вот такое неравенство, кукатая больше, чем 3 вторых n, то это будет вектор. А дальше, естественная вещь. Давайте в качестве k возьмем наименьшее число, для которого выполняется вот такое неравенство. Ну, эти знаменательные исходящие в равене уже возрастают. Поэтому в какой-то момент для n произойдет вот такой переход. Раньше было меньше, а теперь стало больше. Замечательно. Тогда 2 третьих кукаминус первого не больше, чем n. Вспоминаем, что такое кукатая. Это акатая кукаминус первая плюс кукаминус вторая. У нас все акатые меньше или равны м. кукаминус вторая меньше, чем кукаминус первая. Значит, здесь у нас стоит m плюс 1 кукаминус первая. Мы помним, что 2 третьих кукаминус первого было не больше, чем n. Значит, если здесь написать 3 вторых, то можно и забирать. Вот, смотрите. Кукатая меньше, чем 3 вторых m плюс 1 n. Значит, x меньше этого числа. Получай. Ровно то, что нас просили доказать. Мы получили, что вот это меньше, чем 1 n, при том, что x меньше, чем вот это число умноженное на n. Теперь вам рядом с вторым. Пусть есть число альфа, элементы которого не ограничены сверху. Тогда мы знаем, что приближения к числу альфа рациональными тропиями могут быть точными в том смысле, что перед квадратом знаменателя может стоять сколь угодно большое число. Для альфа, положительного числа лямбда, существует такая тропия, что а в минус у грибекса меньше, чем единица, делить на лямбда квадрат, x квадрат. Ну, квадрат, он такой же сколь угодно большой, как любое число. Вот. Замечательно. Тогда давайте сделаем так. Пусть лямбда направит число. Выберем вот такую дробь. И возьмем в костью бета число единицы, деленное на 2x. Сейчас вы увидите. Вообще смысл вот этих двух строчек в том, что нечетное число всегда не меньше единицы. То есть, коротко сказать. Сейчас я ее. Предположим, что у нас есть какая-то дробь, знаменатель которой не больше, чем cn. Вот здесь было написано, да? Меньше, чем cn. Ну, это же не больше, не важно. И тогда... Единственное, я здесь прямо вместо фа подставил y разделить на x плюс ε. Имеется в виду, что ε – это какое-то число по модулю меньше единицы, для которого вы было не нравиться. Замечательно. Раскрываем скобки, приводим к знаменателю 2x. И видим, что в числителе получилось нечетное число. 2mz минус 2tx минус 1. Нечетное число всегда не меньше единицы. Значит, вот эта наша личина, лямбда z минус 3 минус d, больше, чем единица, деленная на 2x минус, здесь я вместо f всего пишу единицу, поэтому, собственно, и больше можно ставить. z, деленная на лямбда x, это у нас n. Соответственно, что у нас такое единица, деленная на 2x? Ну, вообще-то, это лямбда, деленная на 2n. Что такое cn разделить на n квадрат? Это c разделить на n. У нас получилось, что вот это число больше, чем 1n умножить на лямбда пополам минус c. Если мы теперь возьмем лямбда так, чтобы лямбда пополам минус c было больше единицы, то получили противоречия. Потому что вот эта величина оказывается тогда больше 1n, а должно, хотя бы для какой-то пары, быть меньше 1n. А вот, ну, ничего таких нет, смысл доказательства в том, что ничего к нему числу не бывает, меньше единицы во многом.